так наша цель попасть первое второе или третье место значит цель конкретная потом цель не только конкретная цель должна быть мотивирована мотивирована и тут очень интересный момент мы говорили уже о мотивации но чем цель должна быть мотивирована значит мотивация может быть у отца у матери может быть у бабушки, у дедушки если они в хорошей спортивной форме вот у ребенка и у тренера идеальный вариант когда все мотивируют это идеальный вариант когда все на целая группа которые копички, мотивируют но идеальный вариант бывает редко кто-то не мотивирует ну вот я работаю сейчас с трудными детьми но трудные дети сейчас это не алкоголики конечно я не наркоман это мы так не можем смею с собой это дети из семей где родители занимают высокое положение или имеют деньги или вообще не до детей они заняты чем-то таким большим грандиозным в жизни и вот это называем трудные дети которые сами себе предоставлены но все имеют при этом и компьютеры, и игрушки и все что хотят почему мы так называем трудные дети как правило это ребенок как сирота он одинок он не имеет приятелей он живет где-то в отдельном месте часто касается больших городов не только в Москве, конечно там и Парижа и Рима и я был там на Сицилии тоже там они живут в частных домах и не имеют ни друзей, ни приятелей или имеют друзей, приятелей но поневоле значит этот приятель или приятельница тоже такого же богатого дома и так далее вот сразу встречается такой психологической проблемой второй момент который у этого трудного ребенка есть он ничего не хочет он ничего не мотивирует он думает, что он же все достал и все его желания исполняются и здесь, конечно, мотивация имеет громадное значение и мы тренеры как правило проходим два приема если раньше был только один прием значит ты должен хорошо работать как тренер знать свою специализацию, профессию и работать теперь мы работаем как бы в два приема первый прием мы должны его мотивировать заинтересовать до цели, которую поставил кто? тот, кто мотивирует а кто мотивирует? спонсор а спонсор может быть отец мать а может быть какая-то фирма понимаете? и так, значит, мотивация идеальная мотивация редко бывает, чтобы все были мотивированы кто-то не мотивирует но если не мотивирует ребенок то тренер должен пройти вот эти два этапа он должен его мотивировать без этого цель нереальна она не будет достигнута потому что самое главное все-таки это ребенок он эту цель выполняет ему все это делать и поэтому вы, конечно, заинтересованы в эту мотивацию уметь у ребенка но часто бывает так и в моей практике и в практике других стран было так что мотивация это не есть такое постоянное значение она повышается, понижается уходит, приходит и так далее я вам приведу такой пример из своей практики с человеком, который сейчас, конечно, достиг много там он граждмейстер, там 2600 с чем-то был такой момент, когда произошло такое сломание такое но он стал работал тяжело 4 года мы с ним беспрерывно работали и вот посередине после двух лет работы удалось главное у нас не было никаких высоких результатов но вдруг прошел перелом и он стал чемпионом страны он стал чемпионом страны и попал на чемпионат мира это первый был чемпионат мира и хотя он был уже взрослый ребенок ему уже было, значит, 15 лет вот, то чемпионат мира конечно, большое испытание и, конечно, мы отнеслись к этому очень серьезно я вам скажу, что даже трудно сейчас представить чемпионат мира проходил, значит, это был 1994 год значит, в городе Шегетт в Венгрии но в Венгрии и чемпионат проходил в августе это колоссальная жара причем город Шегетт, если вы посмотрите на карте он находится на юге в Венгрии на границе с Сюдославией бывшей ну, Сербией сейчас в Сербии вот и мы учли это и мы это учли представьте, что мы за месяц до чемпионата поехали в Венгрию и жили там целый месяц и там занимались там плавали, там бегали занимались при АВК это постоянное жаре конечно, это был очень большой труд много было шахмат, много было занятий но мы специально пошли на это и вот начался чемпионат мира но нам не хватало немножко счастья знаете, вот счастье вот как-то у нас по-русски это называется сейчас очень интересно может быть не так хорошо звучит литературно все срослось все срослось вот я часто слышу я не понимаю, что это такое все срослось но мне нравится все срослось что-то там срослось вот у нас не срослось